Можем ли мы начать с первого вопроса? Это не ваши теледебаты. Нельзя задавать следующий вопрос, пока я еще отвечаю на предыдущий. Вы совершаете большую ошибку, Садгуру. У нас тут совсем другая передача. Значит, бояться — это нормально? Быть неуверенным — это нормально? Нам говорят, что нужно избавиться от этих четырех вещей. Кто ваш гуру? Кто? А зачем мне говорить об этом? И если я дам вам инструменты для трансформации, вам останется только научиться их использовать. Когда моей дочери было всего три с половиной месяца, она путешествовала со мной повсюду. Одна рука была на ней, другая — на руле, а нога выжимает газ. Мы ездили по всей Индии, пока ей не исполнилось пять лет, и она не пошла в школу. Каждый день мы останавливались у разных людей, и каждый хотел ее чему-то научить. Я установил одно правило. Никто ничему ее не учит. Ни алфавиту, ни цифрам, ни песенке у Мэри была овечка, потому что мне все равно, была у Мэри овечка или нет. И хотя никто ничему ее не учил, вы не поверите, в полтора года она уже свободно говорила на трех языках, потому что она была вся во внимании. Никто же с ней не говорил. Она все схватывала на лету, потому что никто ее ничему не учил. Так она и росла. А когда я была 12 или 13 лет, она пришла ко мне после школы чем-то обеспокоенная. И сказала, «Ты учишь всех остальных, но меня не учишь ничему». Я сказал, «Я не учу, если меня не просят». Вот, ты пришла, теперь посмотрим. Все, что тебе нужно знать… Я хочу знать, насколько вы человек, Садгуру. Позвольте, я расскажу об этом. Я не закончил свой вопрос. Нет. И причина, по которой я спрашиваю, в том, что часто мы хотим следовать за теми, кто, по нашему мнению, преодолел страхи человеческой жизни. Поэтому я хочу узнать, боитесь ли вы чего-нибудь. Я хочу узнать, испытываете ли вы страх. А также, есть ли у вас привязанности. Мы можем начать с первого. Позвольте мне закончить. Это не ваши теледебаты. Нельзя задавать следующий вопрос, пока я отвечаю на предыдущий. Мы к этому еще вернемся. Мы еще не на твоем новостном канале. Вы совершаете большую ошибку, Садгуру. В 2014 году я брал интервью у одного молодого политика по имени Рахул Ганди. Не могу понять, в чем причина смеха. Он тоже перебивал меня, но я спросил все, что хотел. Пожалуйста, продолжайте. Но вам придется ответить на мой вопрос позже. Здесь совершенно другое дело. Я дойду до этого. Уже перехожу к этому вопросу. Итак, моя дочь спросила меня. Я ей ответил, это все, что тебе нужно знать. Никогда ни на кого не смотри снизу вверх. Она спросила, даже на тебя? Даже на меня. Ни на кого не смотри снизу вверх. И никогда ни на кого не смотри сверху вниз. Вот и все учение. Если вы не смотрите снизу вверх, если вы не смотрите сверху вниз, вы видите все таким, как оно есть. Если вы будете видеть все таким, как оно есть, вы будете с легкостью идти по жизни. Вот и все, что нужно. Что касается того, насколько я человек, вы только что использовали слово «человек». Почти все используют слово «человек», имея в виду ограничения, и никогда не говорят о невероятных возможностях человека. «Ой, я всего лишь человек». Почему вы не говорите «я человек», вы на вершине, вы главенствующий вид на планете. Предполагается, что вы должны быть на вершине эволюции, выше других видов. Люди говорят «я всего лишь человек», потому что страдают от самих себя, как ни одно другое существо. Ни муравей, ни слон не страдают от самих себя так, как люди. Полный живот, и у них все хорошо. Для человека же пустой желудок — только одна проблема. Полный желудок — сто проблем. Причина в эволюционном процессе. То, что вы называете своим мозгом, — это новое для вас явление. Интеллект в масштабе эволюции — это новое явление. И большинство людей не поняли, как с ним обращаться. В основном вас заставляют страдать не внешние события, а ваши собственные мысли и эмоции. Почему ваши системы образования даже не научили вас справляться со своими мыслями и эмоциями? Вы спросили, человек я или нет. Значит, дальше меня спросят, смогу ли я достать золотую цепочку из воздуха, смогу ли я вытащить кролика из шляпы или голуби из кармана? Если я вытащу голубя из кармана, что вы получите? Вы получите голубя, а я — обгаженный карман. Это не изменит чью-либо жизнь. Я покажу вам чудо. Я покажу вам людей, которые всегда активны. Они не сидят где-то в пещере. Они активны 20 часов в день, 7 дней в неделю. Они абсолютно вовлечены. Я покажу вам людей, у которых за 5, 10, 15 лет не было ни минуты гнева, волнения, раздражения, ничего. Они живут в радости и блаженстве. Вот чудо, которого хочет мир. Вот чудо, которое нужно человечеству. Если это произойдет с вами, вы не будете говорить о человеке как об ограничении. Вы будете говорить о человеке как об огромной возможности. Мой вопрос был о том, нужно ли нам преодолеть некоторые аспекты. Лично я не вижу в этом ничего плохого. Ничего плохого в том, чтобы испытывать страх, быть неуверенным, иметь привязанности. Но нам постоянно говорят, что мы должны чувствовать вину из-за страха. Бояться выражать себя или бояться быть открытыми. Это умножает проблему. У вас был страх, а теперь еще и вина. Я вас не перебивал. Я сам смотрю ваши теледебаты. Что я могу поделать? Обычно со мной такое не случается. Но это Rotary Club. Из-за вас я забыл свой вопрос. Я хотел сказать, что нам постоянно говорят, чтобы мы стыдились своей неуверенности, верно? Нам говорят не иметь привязанностей. Мы постоянно слышим это в обычной жизни, в индуистских и других учениях, то, что нужно избавиться от привязанностей. Я хочу узнать, почему это необходимо. И спросил вас, потому что вас считают просветленным, и я знаю, что это так. Я хотел спросить, может ли просветленная душа, просветленная душа такая, как вы, чувствовать уязвимость и испытывать привязанность. Откуда все это появляется? Все из-за избирательного чувства увлеченности. Вот что я имел в виду, когда сказал, ни на что не смотри снизу вверх, ни на что не смотри свысока. Это потому что, если вы смотрите на что-то снизу вверх, вы преувеличиваете. Если вы смотрите свысока, то преуменьшаете. Если вы смотрите на что-то снизу вверх, вы к этому привязываетесь. Если смотрите на что-то свысока, вас ждет разочарование и неприязнь. Так что страх, неуверенность, привязанность, отстраненность — все это следствие. Должны ли мы разбираться с источником, или нам нужно справляться со следствием? Люди всегда заняты устранением последствий. Вам говорят, подавляй свой страх. Возможно ли это? Это просто не может сработать. Тогда вы подходите с другой стороны и говорите, «Нам не нужно стыдиться этого. Пусть так и будет». Но является ли это приятным опытом для вас? Разве страх, вина или что-то подобное являются приятным опытом? Если это приятный опыт, продолжайте его испытывать. Решать вам. Но если это неприятный опыт, это ведь ваш выбор. Я спрашиваю только об этом. Происходящее в окружающем мире — это другой вопрос. мир никогда не будет на все сто процентов таким, как вы хотите. Даже в семье из двух человек ничто не бывает на сто процентов так, как вам хочется. Если 51% по-вашему, то вы босс. Да? Не ожидайте большего. Но то, что происходит внутри вас, должно быть по-вашему. Если бы все внутри вас происходило по-вашему, вы бы выбрали блаженство или страх, несчастье и так далее. Вы бы не допустили такого, не так ли? По крайней мере, для себя вы хотите все самое приятное. Можно спорить о том, что вы хотите для ближнего, но то, что вы хотите для себя, совершенно ясно, не так ли? Значит, бояться — это нормально? Быть неуверенным — это нормально? Я этого не говорил. Иметь привязанности — это нормально? Я спрашиваю. А что насчет... Если бы у вас был выбор? А что насчет эго, Садгуру? Страх, неуверенность, привязанность и эго. Это те четыре вещи, Садгуру, от которых нам было велено избавиться. Нам постоянно говорят, что по мере того, как мы становимся старше и узнаем в жизни больше... Кто ваш гуру? Мы должны научиться отпускать эти четыре аспекта. Прошу прощения. То зачем мне это говорить? Это факт. Так нам говорят. Давайте по порядку. Эго. Все говорят об этом. Сейчас любой человек, сделав что-то замечательное, скажет, «Я сделал это». Если сделать что-то неприятное, то скажет, «Это мое эго». Итак, мистер эго — козел отпущения. Каждый раз, когда вы делаете что-то плохое, это все, конечно, он. Но если вы делаете что-то хорошее, это всегда вы. «Давайте будем откровенны с жизнью». Иногда вы прекрасны, иногда противны, иногда радостны, иногда несчастны. Это ваша реальность на данный момент. Не нужно обвинять эго. Нужно привнести в свою жизнь такую честность, чтобы мы смогли увидеть, «То, что происходит внутри меня, это я и никто другой, кроме меня». Теперь, когда вы напуганы или несчастны, или разочарованы, или в депрессии, если вы увидите, что все это из-за вас, разве вы не захотите это изменить? Разве не захотите это изменить? На сто процентов. Да. Теперь я хочу это изменить. Но как? Дальше вы попросите инструменты. Вот почему я здесь. Я просто даю вам инструменты для трансформации, потому что инструменты важны в жизни человека. Как люди, мы доминируем на планете только благодаря нашей способности использовать инструменты. В ином случае, возможно, колонии муравьев или стая собак доминировали бы над человеческим видом. Но мы можем использовать инструменты. Сила инструментов такова. Если я попрошу вас выкрутить винтик из мебели, вы можете обломать все ногти или потерять зубы, но он вам не поддастся. Но если я дам вам маленькую отвертку, у вас все получится. Точно так же есть свои инструменты, чтобы совладать с внутренним измерением. Эти инструменты — уникальный индийский бренд, который превратился в непонятно что, потому что его не подали должным образом. Если я дам вам инструменты для трансформации, то понадобится лишь научиться ими пользоваться. Не нужно верить какой-то философии, не нужно обращаться к идеологии, не нужно смотреть на небеса, потому что вы не знаете, в каком они направлении. Люди смотрят вверх. В конце концов, вы сидите на круглой планете, и эта штука все время крутится. Если вы смотрите вверх, вы неизбежно смотрите не в ту сторону. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok